Музыка Пятеро детей, это у меня приемные. Так, семья Магомаева, кто? Одна команда! Вызов меня. Кто по должности ты меня? Замзанч. Она говорит, я взятки не беру, говорит. Труд их украсит, облагородит и возвысит. Вот возьми, говорит, моего племянника, Аболтуса, сделай из него человека. Паспалац, семья Магомаева. Ты перед Богом становишься? И что у тебя первое спрашивают ангелы? А как ты воспитал детей? Музыка Только честным путем. Только честно. Мы так и делаем. Цель есть, и ты идешь с цели. И Бог всегда тебе поможет. Дорогие друзья, мы с вами сегодня с передачей «Штрихи к портрету» опять в известном вам доме. Мы здесь уже бывали, нас вновь пригласили сюда. Мы в гостях у Салмана Магомаева. Если дети стремятся хорошую отметку, четверку, исправить на пятерку... Давайте я вам расскажу, как сделать так, чтобы дети были счастливые, чтобы они в жизни сами потом себя обеспечивали, и чтобы окружающие им радовались от того, что они делают добрые дела. Делается очень просто. Некоторые пишутся научные, труды делают, там делают, то делают. А вот когда, скажем, было здесь у нас годы 4-5 назад, ну, проходило здесь мероприятие о том, что как бы воспитать правильного человека. Детей, то есть. И вот все много говорили, доктора, профессора. Я, знаете, просто встал и выступил, как это сделать. Очень просто. И в зале зал меня аплодировал. У меня есть личный опыт. Вот, скажем, японцы что говорят? Они делают все возможное для того, чтобы воспитать детей до 7 лет. Вот если до 7 лет ты их детей воспитаешь, вложишь, больше делать ничего не надо. Дальше они сами идут по жизни. Если даже наказываешь, то наказывать надо рублем, как я делаю. А рублем тоже скажу. Вот у нас все дети в семье находятся на окладах. У кого 200 рублей, ну, маленький, у кого 500, у кого 1000. Это карманные деньги? Это карманные деньги, да. Это что это такое? Ну, скажем, вот я ребенку деньги все равно должен задать. А он же не знает, что ему должны давать. Я говорю, я все равно должен давать. А я делаю, чтобы эти деньги они заработали. Чем? Ну, скажем, вот Муслима. Два года он уже зарабатывал деньги у меня. То есть я прохожу домой, он мне тапочки несет там, в своей комнатке порядок там наводит. Он может там массаж мне делать, мама бежит кушать давай и рядом со мной садится на обязанности. И, конечно, ну, не баловаться там, условно. Вот все, он эти обязанности выполняет. Он уже знает, что уже ему дадут за это деньги. А на эти деньги он может там ходить, там, игрушку купить, там, мороженое купить, там, то купить, там, конфеты купить, там. Все это, это его деньги. А другое он не получает. Ну, условно. Если он будет баловаться там, не выполнять, не делать, он знает, что этого не будет для него. Но он это же узнал не от того, что ему об этом вот рассказал отец. А, наверное, он это увидел, что... Это старший делает. Да. Да, он у них учится уже. Понимаешь, старший когда-то обучил двоих, они остальные дальше учат. Поэтому она, многодетная семья, она интереснее намного. Вот как говорится в Библии, да, как говорится, один человек, это ребенок, не ребенок, да. Два ребенка, это пол ребенка. Вот три, это один ребенок. Понимаете? То есть, этот, понимаете, она все заодно цепляется в жизни. Потому что с одним ребенком в жизни всякое может быть, не дай бог, конечно. Да. А когда на старости лет у тебя есть трое детей, один ребенок, может быть, там уехал куда-то, второй как-то... Судьба своя, да. Кто-то рядом все равно будет, правильно же ведь? И старость твоя обеспечена. И все тебе будет в жизни. Вот. Ну, а по детям как? Скажем, вот у нас, в семье так вот, это мне мама все мудрости учила. Она у меня не образована, ни одного класса не имеет. Но если мама сказала, сынок, делай вот так вот. А я же умный, я же три института закончил. А она же не образованная, но жизненный ее опыт очень много дает. Бог дает человеку мудрость. И я всегда ошибался. И после вот этого, я таким трудом купил Волгу машину. Мама говорит, не продавай, сынок. В банке деньги исчезают, всякое бывает. Я взял, продал, мне больше денег дали. Вот. Я продал. И последнее у меня лежит две книжки, и машина нет, и денег нет. Поэтому надо... Мама-то была права? Да, абсолютно права. И вот такие два-три варианта у меня было, все. Ну, вот по семье, что я могу сказать? Вот, чтобы дети были успешными, вот я считаю, что необходимо, чтобы дети, они имели, как бы скажем, оплату в доме, чтобы они знали, что они своим трудом зарабатывают денежное средство. Это деньги карманные, которые им даются ежемесячно, и они втратят куда хотят и как хотят. Это что? Значит, они не должны между собой ссориться. Поссорились, по пять процентов снимается с обоих. Виновата здесь не ищут. Они становятся, говорят, слушай, невыгодно нам ругаться. Давай, чтобы папа не знал, не будем ругаться. Ну, они это... И папа не будет видеть, не будет знать, они там между собой... Все равно информация доходит, им невыгодно. Потом, они должны хорошо учиться. Они должны открытие отношения, хорошее строить, ну, иметь, слушаться. Это на виду, это в любом случае. Они должны какую-то благотворительность сделать, скажем, в доме, да, бабушка есть, дедушка. Ищите, говорю, в соседнем доме ищите. Но вы должны ухаживать, в магазин сходить, в аптеку сходить, что-то полезное сделать. Вечером собираемся, спрашиваем, а что полезное сделали, а что вы хорошее сделали. И вот мы начинаем, вот у них начинается интерес к жизни. Дети у нас деньги не просят. Они свои трудовые деньги, там, сигареты взять, там, или спиртное, там, или еще что-то там. У них понятия этого нет уже. Понимаете, понятия нету. Там что-то с плохими людьми как-то общаться нету. Они уже думают по-другому. И цену деньгам знают. И цену деньгам знают. И сейчас вы думаете, что что-то... у них у всех есть деньги. У всех есть. Но они как свою копейку берегут, это вы видели, надо, как они свои деньги берегут. Поэтому, с другой стороны, конечно, понять можно что-то неправильно, там, еще что-то там. Но вы знаете, я знаю одно. Но, не дай Бог, со мной что-то в жизни случится, я знаю, что мои дети не пропадут. Мои дети, они будут зарабатывать себе деньги уже знают, они всему цену знают. Они в людях разбираются. Они уже не только сами живут и помогают другим окружающим, и на чужое не смотрят. А они знают одно. Все, что они заработают своим трудом, это будет их. Все, что им где-то придет неправильно, они знают, что за это им завтра Бог накажет. Не на этой земле, так на той. Вот жил король, и он бил своих людей, лошадь ему давали не ту. И вот однажды Бог послал ему ангела смерти, Гавриила. И вот он тоже говорит, ты как посмел передо мной появиться. И намахнулся ему этим плетью. Он шватил, говорил за руку его, и говорит, я, говорит, не пастух, я твоя смерть. Измолился король. Дай мне земные дела закончить. А ангел смерти говорит, нет, я тебе не дам. Ну дай мне хоть помолиться. Он, нет, не дам. Он падает с лошади бревном, умирает. А верующий человек, он к нему приходит, ангел, и говорит, ты знаешь, говорит, твое время подходит. Пора. Пора. Ты свои земные дела все закончи, заверши. Я тебе даю время. А он говорит, а я давно завершил. Я хочу к Богу. Понимаете, какая разница? Это очень важно. Вот на сегодняшний день мои дети все на арабском языке, скажем, прекрасно. Вот если можете, вот даже маленького поставить, они все молятся, все молитвы знают, все знают. Вам-то ведь не довелось арабский выучить? Я очень сожалею, что я арабский, Коран не читаю. Но молиться, эти все, все, что положено в месяц Рамазана, там пост держать, там все, все, что есть, я это четко выполняю и приучаю к своих детей. Потому что любая нация, она сильна тем, что она не забывает свои традиции, свои обычаи, и они знают, кто они есть и где их родина. Родина, конечно, у человека там, и он живет там, где ему хорошо. Но есть родина предки, там, где ты должен похоронить тебя, там, где твои родители похоронены, там, это есть у тебя родина. То есть родина там, где твои родители, и родина там, где ты живешь. Человек, вот у нас две родины. Вот я здесь живу в Кемеровской области, я уже сибиряк, челдон, вот. У меня там ни друзей нет, никого нет, все друзья мои, вся жизнь моя здесь прошла, и моих детей. Я, естественно, отсюда никуда не уеду, и мои дети здесь останутся. И мы будем все делать для того, чтобы наш Кузбасс был в лучшем мире, не только в России. Еще один вопрос, не могу не задать его. Вопрос достаточно деликатный. Вы чеченец. Как вам в Сибири? Люди знают, что вы чеченец. Не шушукаются за спиной? Вы знаете, как вам сказать правильно, вот когда я избирался депутатой, вот, ну, мои оппоненты там, многие использовали такие термины. Там, не голосуйте вы за чеченца, он же такой же, он же сякой же, там же война была и так далее, и так далее, использовали. Там же наши братья и сестры были, разные говорили. Но когда мы приходили избирательные кампании, бабушка там, дедушка там, кому дрова там, кому там печку сделали до выборной кампании. Это же все до выборной кампании было. Я же не сразу там вопрос работал, а вопрос, вот, вопрос делался таким образом, что за год я это работал, где-то со своими детьми учительскую отремонтировал, где-то печку сделали, кому-то там дрова привезли, где-то чем-то помогли. Это были люди, правильно? И вот, когда на избирательном участке приходили и говорили, а где здесь, у кого-то 10 детей, там 10 было детей. А я говорю, да он такой сякой, не голосуйте за него. Нет, он хороший человек. И галочки, и галочки. Понимаете? Это было, это дорогого стоило. То есть, от человека зависит самого, как он будет относиться к людям. Если он будет с хорошей душой относиться, если он будет помогать этим людям, стараться быть не выше их, а ниже их, ну, то есть, так и должно быть, понимаете. И самое главное, хочу сказать, что вот в Кемеровской области, вот, благодаря Ивану Гумировичу, я очень признателен ему, потому что сегодня приехать в чужой город, не знать никого, не знать ничто, не знать помощи получить где, не работы, это очень трудно, поверьте. И начинаешь ты трудиться, идешь плотником, бетонщиком, потом каменщиком, потом отделочником, бригадиром, мастером, прорабом, начальником участка, и начинаешь там, крупным руководителем становишься, где сейчас коллектив у нас где-то тысяч человек, это крупное. Мы сегодняшний день, мне удалось почти создать до тысячи со своей командой, естественно, до тысячи рабочих мест, сохранить предприятие, которое развалилось и кругом, банкротство было, мы сумели сохранить предприятие. Сегодняшний день предприятие платит очень большое количество бюджет налогов, поэтому это удалось. Удалось. Кроме того, впервые в истории Кузбасса я первый член с депутатом стал. Это удалось, потому что Аман Гомерев, что ли, создал все условия Кемеровской области для того, чтобы нам здесь хорошо жилось и трудиться. Можно было. Человек, если хоть чего-то добиться, он своим трудом может всего добиться. Вплоть до того, что стать и губернатором Кемеровской области. Потому что он будет помогать людям, и люди всегда его поддержат. Поэтому всем, чем я добился в жизни, я добился, благодаря тому, что созданы были такие условия. Поэтому сегодняшний день я очень люблю Кузбасс. Очень люблю. Я люблю жителей Кузбасса. Я им признателен и благодарен за то, что они приняли, за то, что они терпимы, за то, что они относятся к нам, как к своим младшим братьям, младшим сестрам. Поэтому жить в Кузбассе, это, я считаю, за честь. Это особая земля. Потому что у нас есть житница, это Краснодар, а Кузбасс это кузница. Поэтому мы горды за кузницу России. И хочу сказать, что Кузбасс это самый лучший регион, самая лучшая земля во всем мире. Пусть все знают. Спасибо вам большое. Теперь многое понятно. Мы с удовольствием побывали у вас в гостях. С интересом посмотрели на вашу семью замечательную. Спасибо вам большое. А мы с вами были с передачей «Штрихи к портрету» в гостях у замечательного человека, знатного строителя, депутата городского совета Кемеровского, отца 11 детей, Салмана Магомаева. Ну, хочу сказать, поблагодарить вас всех за то, что вы пришли к нам в семью, за то, что вы нам уделили столь значимого внимания, очень признательны и очень благодарны всем, кто в этом принимал участие. Но жителям Кузбасса мне бы хотелось сказать следующее. Уважаемые кузбассовцы, Я очень вас люблю. Я 34 года здесь живу. Чем больше живу, тем мне больше нравятся кузбассовцы. Мы живем на святой и золотой земле. Потому что Кузбасс, это если что-то случается, в России так говорят, если в Кузбассе все спокойно, значит и в России спокойно. То есть Кузбасс является барометром. Всем кузбассовцам мне хотелось пожелать. У нас у всех есть дети. Хотелось бы, чтобы ваши дети в этой жизни достигли той высоты, того благополучия, того состояния, чего бы сами родители пожелали своим детям. А вам лично хочется пожелать родителям, чтобы в жизни достигли того благополучия, которые могли бы пожелать вам в жизни ваши милые, ласковые мамы. Берегите себя. Будьте здоровы. С уважением, Ваш Соломан. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова